Казахстанская медиа-академия Всем привет, с вами Ержан Морзалиев. Здоровье всего дороже. Вы смотрите программу «Искусство интервью. Какую диету стоит соблюдать, чтобы стать успешным?» Делают ли звезды медиа-утреннюю зарядку? И во что играет со своими детьми Алексей Шахматов? Ержан Морзалиев – выпускник и резидент Казахстанской медиа-академии. Ученик 6-го класса. Увлекается компьютерными играми, мечтает стать врачом. Алексей, здравствуйте. Привет, Ержан. Алексей Шахматов – самый популярный телеведущий Казахстана. Лицо телеканала КТК. Вы являетесь самым популярным телеведущим страны и ведете самые рейтинговые телепередачи. Как вы стали лицом КТК? Ох, как я стал лицом КТК. Вообще, я очень просто стал лицом КТК. На КТК в свое время, а именно 10 лет назад, требовались ведущие. Я просто пошел и говорю, я вот пришел, у вас требуется ведущий, мне создадите резюме. Ну, я оставил резюме и все. Потом меня взяли на работу. Ничего сверхъестественного, никаких усилий я не прилагал. Вот, что я хочу тебе сказать, да. Вы в хорошей физической форме. Все дело в диете и вы уделяете внимание спорту. Ну, сейчас ты, конечно, в хорошей физической форме. Это с большой натяжкой, я тебе могу сказать. Потому что я все время борюсь с лишним весом. Это первое. Второе, я никогда не дружил со спортом. Поэтому все это для меня мучительно, больно вообще следить за своим внешним видом. Поэтому я, конечно, я себя стараюсь ограничивать исключительно. И, конечно, я хожу в фитнес-центр, когда у меня есть время. Я стараюсь это делать как можно часто. Но все это через боль и преодоление. Понимаешь, Ержан? Вот ты худенький парень и у тебя нет лишнего веса. Когда ты станешь таким старым, 37-летним дяденькой, как я, ты, может быть, почувствуешь весь груз, так сказать, вредных веществ, которые за эти годы накопятся в твоем организме. Поэтому, может, ты меня сейчас не очень понимаешь, но, действительно, это очень тяжело. Для меня, по крайней мере. Ну, как-то приходится, что делать. Все-таки мы же медийные личности с тобой, поэтому за собой нужно следить, конечно. В современном мире есть множество видов исцеления. Вы за официальную медицину, Алексей, или за народные средства? Или, может быть, за помощь экстрасенсам? Виды исцеления, ты говоришь? Ну, да. Я не исключаю вероятность того, что есть что-то, что нам может помочь, кроме официальной медицины. Я, во-первых, верю в Бога. Во-вторых, я верю в людей, которые обладают экстрасенсорными способностями. Вообще, я во все верю. Ты знаешь, я такой доверчивый. Потом я еще верю в аюрведу. Например, это такая индийская медицинская практика, да? И когда с помощью трав, специй тебя очищают соответствующие обученные доктора. Вообще, есть разные методики. От головной боли я принимаю цитрамон. Понимаешь, это очень легко, это доступно и удобно. Ну, так вот мы устроенные люди. А ты что, веришь? Ну, я вообще всегда пользуюсь народными средствами. А, да? Да. Какими, например? Подложите в подорожник, и все исчезнет. Ну, слушай, подорожник, а если горло болит, ты же подорожник не приложишь к горлу? У тебя на все виды болезни один рецепт. Подорожник, да? А что ты делаешь, чтобы быстро прийти в норму, ну, в плане заболеваний лор-системы? Ну, вообще, всегда работает просто немного поспать, и тогда все пройдет. Ага, ну да. К сожалению, в нашей профессии много поспать, дорогой мой, редко когда получается. Алексей, я знаю, что у вас есть дети. Вы бы хотели, чтобы, когда они выросли, то тоже бы стали работать на КТК? Нет. Почему на КТК? Слушай, ну, на КТК уже работаю я, ну, хватит. Я 10 лет уже отдал этому каналу. Я хочу, чтобы мои дети работали на BBC, CNN, CCTV на худой конец, знаешь. Поэтому, ну, мне кажется, надо вот детей готовить к какой-то международной карьере. Тем более, что в наш век вообще цифровых технологий нет никаких проблем. И сейчас вот старшую дочь, например, она очень активно изучает английский язык. Ну, понимаешь, да, с каким прицелом. Поэтому мы же космополиты, надо думать уже вообще о мировой славе. Ну, а что КТК? КТК – это вот мой удел. А ты мечтаешь на КТК работать? Ну, я, ну, как получится. Если пойдет на КТК, то я и буду там находиться. Вот это очень важно, понимаешь, в самом юном возрасте ставить недостижимую цель. И вот я для себя поставил, да, цель стать там на всю страну известным. Ну, я стал, в общем, цель моя, потому что я не думал ни о BBC, ни о CNN и прочих других мировых телевизионных каналах, потому что я их вообще не знал о том, что они существуют. Вот, поэтому у тебя задача должна быть другая, так сказать, цель, ну, расширить надо горизонты. Какие игры вы играете со своими дочками? У меня дочь просит поиграть с ней в прятки, например. Ты знаешь, что такое? А сейчас современные дети, я не знаю, играют ли в прятки. Потом сейчас у моих дочерей появился свой YouTube-канал, мы там снимаем различные челленджи. Вот сегодня, кстати, на нашем канале, Like Sisters в YouTube, ты подпишись, пожалуйста, я тебя прошу, вышло новое видео, где девочки играют в танцующую гусеницу. Ты знаешь, что это за игра? Нет. Это покупаешь такую, ну, это игра, покупаешь в коробке, там гусеница. Она вот так вот трясется, и задача поставить шарики на ее ручки, которые вот так стоят. Это очень забавная игра, мы смеялись до невозможности. Ну, вот играем, конечно. Подпишусь на ваш канал со всех аккаунтов, конечно же. Обязательно-то подпишись. И друзьям сообщи, мне нужны подписчики. Когда я вырасту, я хочу стать врачом. И, может быть, журналистом. Как врачом? Не журналистом? Не, ну, не знаю, как получится. Ой, ну, врач, это вообще, конечно, круто. Но, правда, учиться долго. Ты представляешь, сколько учиться? Еще 10 лет после школы. Там школу кое-как 10 лет. А еще потом интернатура. Ты же знаешь, да, все эти? Ты готов к этому? Даже не знаю. Ну, вот видишь, может быть, сегодня ты, наконец, забудешь про эту свою мечту. Хотя не надо. Врач это всегда, это очень достойная профессия. И врачей хороших в нашей стране мало. И в мире их по пальцам пересчитать. И зарабатывают они очень хорошо. Поэтому, ну, почему бы и нет. А каким врачом? Не знаю. Я, наверное, буду человеком, который будет всех речить. Ну, терапевтом, значит, да, наверное. Ну, почему бы и нет. Ну, журналистом тоже можно. Журналистом, хорошо. Ну, журналист, врач, это вообще, конечно, будет круто. Но и журналист, и врач, я имею в виду просто очень хорошие профессии. Я думаю, ты прямо на правильном пути. Либо врач, либо журналист. Давайте сыграем в одну игру. Давай. Я буду вам описывать моего будущего пациента, точнее, его симптомы. А вы должны сказать, что это за болезнь. Ну, какой ты хитрый. А ты в Википедии посмотрел, да, симптомы? Угу. Хорошо, давай. Температура 39 градусов. У детей 41 градус. Затруднения в глотании, бой в горе, жар, озноб. Ну, вот температура, которую я сказала, ну и что это за болезнь? Ну, я не знаю, но грипп не подходит, да? Угу. А что это? В любом случае, это ангина. Ой, где грипп, где ангина, это одно и то же практически. Поэтому я практически победил сейчас. Сейчас будет очень очевидная болезнь. Рвота, ослабление, бой в животе. Думаю, вам этого будет. Ну, отравление, да? Естественно, конечно. Ну, да. Жар, температура, головной обои, бой в суставах. Ой, ну это грипп. Я слышал, что когда вы были маленьким, вы мечтали стать водителем автобуса. А о чем вы мечтаете сейчас? Да, это была такая страшная глупость. Конечно, мечтать стать водителем автобуса. Тем более, хотя вот сегодня я смотрю на водителей алматинских автобусов, да? Я был бы хорошим водителем, ну, в сравнении с теми, которые есть сейчас. Не все, конечно, но тем не менее. Не, ну на самом деле это не было глупостью, потому что я тоже рассказывал об этом не раз. Там был микрофон вот в этой вот всей мечте, да, водителя. Сейчас, по-моему, водители не объявляют остановки. Я давно не ездил на автобусе. Ты ездил? Ну, вроде там кто-то другой. Записанный чей-то голос, да? А раньше прямо вот это было очень интересно, когда водитель объявил остановки. Ну вот, я только, собственно, из-за микрофона хотел стать водителем. А сейчас о чем я мечтаю? Ой, ты знаешь, с возрастом как-то уже, это, уже я ничего не мечтаю. Я просто тупо делаю. Если мне что-то надо, вот я делаю. У меня сейчас есть одна цель, о которой я не могу сказать, но это будет достаточно важное событие для Тильзенова. Я надеюсь на это, мира Казахстана. Вот, ближайшие, наверное, месяцев 5-6 ты обо всем узнаешь. Но я просто иду к этой цели и делаю определенные шаги. Ну, то, чтобы сидеть вот так мечтать, нет, это уже не моя история. Вы настолько популярны, вы не боитесь, что вас будут слишком назовево преследовать? У меня была только одна не очень неприятная встреча в аэропорту с человеком, который меня узнал. Я даже не помню, о чем был этот сюжет, но в одной из передач «Другая правда», которую я вел, про то ли родственников этого человека, то ли про него самого, я уже не помню сейчас, был какой-то очень неприятный сюжет. И он меня встретил в аэропорту и прорвался, ну, чуть ли не набить морду, слава богу, ему, так сказать, объявили посадку, и он убежал. Ну, и я-то вздохнул спокойно. Все остальные встречи, они очень приятны для меня. Ну, как, в том смысле, что люди там, ну, говорят, ой, это вы, ну, не все приятные. Потому что некоторые говорят, ой, а что вы такой маленький? Ну, например, говорят, вы в жизни совсем по-другому выглядите. Ну, такое ощущение, что я гораздо хуже выгляжу в жизни, чем на телевизионном экране, и разочаровываю вот этих вот людей. А так, ну, люди, в общем, хотят со мной сфотографироваться, улыбаются. А если люди перестанут смотреть телевидение, и ваша профессия станет невостребованной, то что вы будете делать? Ну, чтобы уж прям совсем вот телевидение взяло и исчезло, ну, такое, наверное, очень сложно представить. Ну, большинство людей перестанут смотреть. Ну, какое-то меньшинство-то будет смотреть, там, пенсионеры, которые привыкли смотреть только телевизор. Сейчас молодежь уже не смотрит, я думаю, ты вряд ли сидишь перед телевизором ежевечернее, да? Максимум, там, твоя мама и папа посмотрят новости вечером, потому что днем они заняты. И действительно, телевидение уходит из нашей жизни. Но пенсионеры, например, которых очень много в нашей стране, они продолжают сидеть, смотреть. Они не могут себе представить жизни без телевизора. Для кого-то это единственный собеседник, ну, как в нашей раше. А поэтому, черт его знает. Нет. Вообще, я не думал над этим, что я буду делать. Может, писать буду. А может, детей снимать для Ютьюба. Придумывать им какие-то... Ну, там так много можно всего делать. У вас была идея стать писателем? Ой, нет, писателем я... Ну, нет, что-нибудь... Ну, статьи, я не знаю, какие-то интернет-издания же продолжат существовать. Как-нибудь я найду применение себе. Потом я радиоведущий. Радио, может быть, тоже скоро исчезнет, конечно. У вас такая нервная работа. Что вы делаете, чтобы сохранить свое здоровье? У вас какая-то особенная диета? Конечно. Да, у меня диета кофе и сигареты. Знаешь, извини, конечно, может, это детям нельзя говорить. Ну, и вот такая вот диета лечения от нервов. Я понимаю, ты меня осуждаешь сейчас. Ты так посмотрел на меня сверху вниз. Но, к сожалению, ну... Ну, я не... Успокоительный я не пью, но работа нервная. Я тебя сразу хочу предупредить. К вам на ток-шоу приходят разные люди. Кто-то плачет, а кто-то кричит и скандалит. А что при этом чувствуете вы? Ой, я что чувствую? Ну, когда плачут, ну, я... Я, конечно, не плачу вместе с ними, но я очень им сопереживаю. Когда люди кричат и начинают очень эмоционально раскачивать... Вообще, я тоже... Вот есть одна маленькая уловка, я тебе расскажу. Для того, чтобы ток-шоу стало динамичнее и интереснее, нужно самому начать скандалить. Ты чуть-чуть поджимаешь до настроения. Ну, в смысле, повышаешь голос чуть-чуть. Чуть давишь эмоционально. И у тебя аудитория, она заражается сразу. Как к вопросу о врачах. Ты сразу заражаешь всех. И они раз так тоже начинают на повышенных тонах разговаривать. Ну, это часть нашей профессии сделать ток-шоу эмоциональным. Потому что скучных ток-шоу на нашем телевидении очень много. И их никто не смотрит. Ты думаешь, почему нашу правду так полюбили? Потому что у нас эмоции искренние, неподдельные. Но иногда нужно вот так немножко начать первому самому. Ну, а там уже все пойдет. Поэтому эмоции, конечно, такие же, как у всех участников истории. Бывало ли у вас такое, что когда вы учили долго тексты, когда пришли к определенному человеку или месту, где надо рассказать этот текст, вы все забывали? Нет, я вообще не учу тексты. Зачем учить текст? Ты имеешь в виду вопросы, которые нужно задать, как ты сейчас? Да. Конечно, все вопросы невозможно запомнить. Но у тебя всегда есть гаджет под рукой, который ты можешь подглядеть. Верить в свои силы, вести здоровый образ жизни и быть честным со своими зрителями это далеко не полнейший список профессиональных секретов от большого мастера. Конечно, тем более большинство из них я опроверг сегодня в этом интервью, поэтому извини, если не оправдал твоих надежд. Любимого телеведущего казахстанцев Алексея Шахматова. Алексей, спасибо вам большое за такую интересную беседу. Желаю вам новых творческих побед и также отличных телеэфиров. Мне с тобой понравилось интервью. Я очень надеюсь, что ты станешь большим специалистом. Вот если журналистика тебя когда-нибудь заинтересует, я очень надеюсь, что ты добьешься больших успехов, потому что, мне кажется, что-то вот в тебе есть. Какая-то вот, мне кажется, можно поискать. В журналистике свой путь. Спасибо. Друзья, вы смотрели программу «Искусство интервью». С вами был я, Ержан Морзовиев. Здоровье всего дороже. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok